железнодорожный вокзал города волноват а вот сейчас 20 часов 5 минут а поезд у нас пол девятого уже объявили что поезд прибывает на первую платформу поэтому все люди вышли из зала а так было не протолкнуться людей видимо-невидимо так зале температура плюс 21 а на улице минус 10 ну в общем идем на посадочку на поезд мариуполь киев смотрите видео дальше будет интересно так проходим дима 12 вагона а нам нужен третий вон он там где-то за горизонтом две минуточки поэтому мы не торопимся но топят хорошо он посмотрите дым белый красивый так подошли к нашему третьему вагон вот ожидаем посадочки у нас есть распечатанные билеты но я буду показывать электронную версию и вы не распечатайте билеты надо беречь экологию вот все у нас уже загоняют так смотрите заходим в вагон нам сказали посидной выбирайте на входе вот это сервис какой погрязнее? блин поровнее бери какую поровнее потому что там поровнее да проходим так выходим из поезда вот седьмое купе самые лучшие люди чай оставили и сахаров в следующем заходим в багажное отделение хотим сдать свои вещи потому что по Киеву нам гулять где-то часиков шесть-семь и не хочется с собой их тягать посмотрите куда меня ведут какой-то подворотник сам бы я сюда не пошел вот автоматические камеры хранения ну мы планируем в одну ячейку запхнуть два чемодана и сэкономить таким образом 35 грим так значит выбрали наш номер ячейки 589 и вот читаем инструкцию до этого ни разу не пользовались так все закрыли ящик шифр у нас А411 вот смотрите первая ячейка это буквы остальные три это цифры вот но код надо устанавливать с обратной стороны двери вот вот здесь покажу вам на примере стоит такая услуга 35 гривен пришли покушать варенички двойная порция 64 гривен и рыбная кафета и картошка пюре и компот 79 гривен приятного аппетита мы находимся в парке Шевченко возле университета Шевченко и посмотрите какое миленькое кафе сейчас зайдем попить кофеечку вот Шевченко тут останавливался в 1640 году пришли мы значит на знаменитую Бессарабочку вот он Бессарабский рынок но в него мы заходить не планируем а идем в Пинчук арт-центр это центр современного искусства правда не знаем мы открыт он сегодня или нет если там какие-то экспозиции идем наугад ну надеемся нам повезет нам везет во всем а вот кстати аллея небесной сотни слева может быть и туда зайдем а вот и Бессарабский рынок как видите на входе вот украшает статуя быка символ плодородия и урожая и сверху рыба ну это наверное рыбный поведен так ну и вот мы с рейдом зашли на Бессарабку сейчас будем просить сертификаты вот смотрите соленья стендик черной краской а черная настоящая ух ну черная я только объелся меня от нее тошнит хорошо продавцы доброжелательные вот мне всего желают рыба а вот они подскажете мне спросили рыбу не все стрёминг какая-то называется мне сказали здесь в одном месте не знаете да спасибо так все стрёминга пока тут даже не слышали но это будет в следующем видео в общем да это рыбный павильон как я и сказал над головой быка был ли рыбы в общем здание такое типичной советской постройки очень сильно мне напоминает крытый рынок в донецке ну крытый рынок донецке побольше там еще есть второй этаж тут просто вот купол и все и внизу торговые ряды кстати люди торгуют мясом рыбой холодильников у них маловато и вот много лотков с сухофруктами в общем смотреть нечего обычный колхозный рынок ну красной икры и черной полно посмотрите кому-то подключают высокоскоростной доступ в интернет а мы уже почти пришли на крещатик осталось нам немножечко подошли к национальному споткомплексу олимпийский вот отель park inn и дальше так и дальше находятся еще два здания то ли офисные то ли какие-то гостиницы раньше я не видел как видите тут есть мост переход между двумя зданиями наверху я вижу высажены деревья по крайней мере три штуки ну наверное с той стороны которую мы не видим тоже есть одно интересненькое такое решение это пока еще киев никуда мы не уехали насколько я знаю это какой-то греко-католический храм название точно не помню ну а сегодня идет реконструкция вход закрыли все огорожено и когда-то именно здесь я мутил березку если найду фотографию я вам вставлю конечно видосик часто уже старый слабый конечно проходим мимо концертного зала вот посмотрите кто тут выступает Гарик Кричевский, Олег Скрипка, Арсен Мирзаян, Лайма Вайкуле ну в общем что я хочу вам сказать углюдар в этом плане ничуть не уступает столице у нас будет кто? человек с двумя именами Виктор Павлик эмммм давай заходи не ссы блин плавуха ай не вовы давай заходи Холодно уже, давай руки мерзнут, фоткай себя, только телефон кверху Так, посмотрели мы на арку дружбы народов, вот она, прошлись по мосту Кличка знаменитому И сейчас двигаемся, ищем киевский фуникулер, вот идем по какому-то парку Здесь нет ни души Значит, подходим к киевскому фуникулеру Это мы, получается, на верхней станции, спустимся вниз и уже поедем на метро На железнодорожный вокзал Как покупать билеты, не знаем, сейчас будем разбираться Купили два билетика, вернее, жетончика Приятного аппетита Проезд стоит, так же, как и на метро, 8 гривен И вот сколько у нас, 4 кабинки Пойдем во вторую Вот, гляньте, сиденье как в троллейбусах Так, спустились мы на нижнюю станцию Так, интересненько Вот, ну фуникулеры устанавливают в городах, где большой перепад высот, то есть в горной местности И вот эта нижняя станция такая, более аутентичная Вот, посмотрите, какой фасад, сейчас я выхожу из нее Именно на всех фотографиях, где указывается киевский фуникулер Эта станция нижняя изображена Вот так вот Так, второй прием пищи в Киеве Сколько я заплатил? Наверное, 110 гривен, около того То есть, картофель поселянский, куриные крылышки, украинский борщик, мясной салатик и две помпушечки И тоже Картофель поселянский, борщик и котлета по-киевски Все, всем приятно Соус-тар Да, всем приятного аппетита Заваривайте чаевку и кушайте Так, до отправления поезда у нас 20 минут Порой у нас был А Четыре Один-один урожай Прокрути другую Фух, подобрали шип Все, должны успеть Так, значит, приехали мы в аэропорт В терминал D Смотрим на табло рейсов, которые на вылет И, в общем, не находим нашего рейса У девочек на стойке спросили Показали им билет И они нам сказали, что мы Улетаем из терминала F А это основной терминал D В общем, и нам надо сейчас на улице Найти остановочку, где ходит автобус между терминалами Субтитры подогнал D